Я продолжаю рассказывать цикл уроков Сипурэй Тура. Сипурэй Тура, мы с вами дошли до 24 главы книги Шмот. И она у нас не связана с предыдущей, с 23 главой. Почему не связана? Я вам рассказывал, что Тура, она написана не по порядку, как шло одно за другим, а потому, как Ашем захотел нам связать все эти части. Так вот, у нас эта глава, она рассказывает о том, что было перед получением скрижалии завета. Она возвращается, предыдущая глава у нас рассказывала про то, что уже было после того, как Моше подробно-подробно рассказывал евреям про все те законы, которые он получил на горе Синай. У нас было много-много-много законов, а сейчас Тура возвращается к своему рассказу по порядку, как же к горе Синай подошли и подготовились, и как Моше на эту гору взошел. Так вот, это было четвертого Сивана, четвертого Сивана перед Синайским откровением. И Ашем позвал Моше и сказал ему, взойди, взойди сюда ко мне на гору, ты и твой брат Аарон и его сыновья Надав и Авигу и семьдесят старейшин Израиля. Вы видите, что Ашем каждому-каждому определил его место. Ашем не сказал им, все вместе подойдите ко мне, нет, он каждого назвал по имени. И наши мудрецы объясняют, что каждый из названных подошел к этому святому месту настолько близко, насколько он имел право, насколько он мог приблизиться к Ашему. Ближе всех, ближе всех к Ашему мог подойти Моше. Он мог близко-близко подойти к этому святому месту, где Ашем раскрыл свое присутствие, свою шхину. А Аарон, Аарон не мог подойти так близко, как Моше. Да. Моше мог подойти близко-приблизко. Близко-приблизко. Но я не знаю, что такое близко-приблизко, потому что Ашем, он не имеет ни размеров, его невозможно померить линейкой и невозможно налить в чашку. Я не знаю, что такое близко-приблизко. Это было, конечно, и близость, и расстояние, на которое они смогли подняться по горе Синай. Но, кроме того, там все, что происходило в это время, весь мир, он в этом месте изменился. Он был не таким, каким мы привыкли его себе представлять. Вы знаете, что в нашем мире близость и расстояние, мы можем его померить. Можем пройти его шагами или измерить его в локтях или в сантиметрах. Там, на горе Синай все было совсем-совсем по-другому. И та близость, та близость к Ашему, я не могу ее ни объяснить ни в сантиметрах, ни в локтях. Просто мы знаем, что Моше, он смог ближе всех подойти к источнику святости Ашема. А остальные, каждый на своей ступеньке должны были остановиться. Если бы они подошли ближе, чем они могут, то их души... Я вам рассказывал про маленькую свечку и большой костер, что если свечку поднести слишком близко к большому костру, оп, она сразу растает. Так вот, так же и праведники. Каждый на своем уровне близости, он дальше, ближе не может приблизиться к Творцу, чтобы не растаять, не сгореть от этой великой святости, от этого огня, который исходит от Ашема. Так вот, Моше, он подошел ближе всех, а Арон чуть-чуть дальше, еще дальше остановились на Давы-Авиу. Они не могли продолжать так приближаться к Ашему, как их папа Арон. Арон, он был коин-гадолин, он был первосвященник, он был очень-очень-очень-очень-очень чист и свят. И он мог приблизиться почти как Моше, но не так, как Моше. И 70 старейшин, они остановились еще дальше. И подступил Моше, и приблизился, подступил Моше один, один. Моше продолжил идти дальше, Ашем ему разрешил, Моше, ты можешь еще-еще-еще подойти ко мне ближе. Что такое ближе, я уже сказал, что я не знаю, не могу себе это представить, это не измерить в сантиметрах. Моше, ой, вся гора, она была покрыта, покрыта таким густым-густым, как будто бы облаком, как будто бы туманом, как дымом таким. И Моше, он подступал к Ашему ближе-ближе-ближе в этот туман, в это облако. А остальным, Ашем сказал, вы остановитесь, каждый остановитесь на своем уровне. Если кто-то подойдет ближе, то он, не дай бог, может исчезнуть. Просто исчезнуть, раствориться в святости Ашема. Да, если душа уходит к Ашему, да, и растворяется в нем, то он, естественно, тело не может существовать без души. И сказал Моше, предупреди весь народ, чтобы они не пытались приблизиться ближе. И пошел Моше и передал всему еврейскому народу, чтобы они не пытались приближаться слишком к Ашему, чтобы остановились в том месте, где он сделал ограждение. Это было в тот же самый день четвертого Сивана. И Моше передал, передал евреям все речи Ашема и все законы, которые были получены до сих пор. Вы знаете, что были, были законы Ашема, которые были получены до Синайского откровения? Как вы думаете, что это за речи такие, что это, что это за законы, которые были получены до Синайского откровения? Законы Песоха нет, евреи знали о них, но эти законы еще не были получены. Что надо, что надо, конечно же, смотреть на полнолуние, тогда есть маленькая луна. О, 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 молодец, молодец, молодец. А, ты, может быть, помнишь, когда, когда евреи получили законы о полнолунии? Когда это они, этот закон? В Египте. О, они получили его еще в Египте. А закон про красную корову, про которую ты тоже хорошо очень напомнил, они получили, помнишь, где? В Египте. Нет, про красную корову чуть позже, в месте, в котором была горькая вода. Помнишь, как это место называлось? Мара. Мара, совершенно верно. Там, в этом месте, которое называлось Мара, кроме закона о красной корове, было получено еще несколько заповедей. Это было еще до, до Синайского откровения, были получены заповеди о том, как вести суд, как судить. Да? Что-что? Что-что? О, этот закон тоже был до, но этот закон, он может быть исполнен или не исполнен только в Ган-Эдене. А мы говорим про те законы, которые в нашем мире мы получили. Но совершенно верно, что еще до того, как появился первый еврей, до того, как появился даже Авраам, были законы, которые были даны всем-всем потомкам Адама. Это были семь заповедей, которые называются семь заповедей сынов Ноаха. Но это всех сынов Адама, потому что от Адама остался только Ноах и его сыновья. Поэтому, когда мы говорим о заповедях, о семи заповедях всех людей мира, это мы называем их заповедями Ноахитов. Они обязательны для всех-всех-всех людей, и неевреев, и всех-всех-всех-всех-всех. Так вот, эти заповеди, эти семь заповедей, которые были даны сынам Ноаха, то есть всем-всем-всем людям на земле, им тоже Муше повторил и напомнил их евреям перед тем, как он поднялся получать скрижа Лизавета. Все, что было получено до этого дня, Муше все это напомнил евреям, чтобы они это уже знали и были готовы получить особые еврейские заповеди, которые дополняют те заповеди, которые получили все народы. И весь народ, все-все-все евреи в один голос, в один голос, все хором в один голос сказали, все слова, которые произнес Ашем, все его законы, исполним, с радостью исполним. И Муше записал все законы Ашема, которые были даны до дарования Торы. Он их записал, чтобы они остались, чтобы они не потерялись, чтобы они были всеми заполнены и всеми приняты к исполнению. И вот рано утром Пятого Сивана он проснулся Муше и построил жертвенник, жертвенник под горою и 12 таких монументов, 12 постаментов для каждого из 12 колен Израиля. И он позвал первенцев до того, как случилась беда с золотым тельцом, из-за которой первенцы потеряли право приносить курбонот, до того первенцы всегда приносили курбонот. И только после золотого тельца это право перешло к левитам, из которых Ашем выбрал Аарона и сделал его коином, его и его сыновей коинами. А до этого все курбонот приносили первенцы. Поэтому, да, да, Ария Залман. Нет, мы про это сейчас не говорим. Нет, нет, нет. Сейчас не идет речь про это. Почему именно его? Потому что левиты, они не участвовали в грехе поклонения золотому тельцу. И когда Муше спустился с горы Синай и увидел золотого тельца, Муше сказал, кто с Ашемом ко мне? Кто к нему пришел? О, за то, что они пришли первыми к Муше, что они за Ашема, а не за золотого тельца. За это они получили право приносить курбонот. Так вот, Муше позвал первенцев, потому что это было еще до золотого тельца, и пока что первенцы они приносили курбонот. Он собрал первенцев из всех колен еврейского народа и сказал им принести, принести жертвы, принести курбонот Ашему. Два курбана, от каждого колена было курбан Олаа и курбан Шламим. Мы о них с вами говорили совсем недавно в недельной главе, когда мы учили про курбонот. Потом мы будем говорить про них еще подробнее, когда мы будем это говорить в Сипуре и Тора. Так вот, два курбана от каждого колена, Ола и Шламим. И взял Муше половину крови, половину крови этих курбанот. Вы помните, что были такие, как стаканы без дна, чтобы их невозможно было поставить, которые наполнялись кровью жертвенных животных, и потом эта кровь должна была быть побрызгана на стены жертвенника. Так вот, жертвенник, который построил Муше рядом с горой Синай, он был в точности такой же, как потом был в Мешкане. Вот. Муше взял половину крови и поместил их в чаши, в такие специальные чаши. Одна чаша для крови Корбан-Ола, а другая для Шламим, чтобы заключить с Ашемом особый союз, союз крови, когда он побрызгал этой кровью жертвенных животных на всех евреев, в сторону всех евреев, чтобы это символизирует нашу кровную связь с Ашемом. И вторую половину крови он вылил на жертвенник из обеих чаш. И взял он книгу Завета. Что это за книга Завета? Это та книга, в которую он записал все законы, которые были получены до Синайского откровения. И он прочитал ее громко, чтобы все-все-все-все-все евреи слышали. И они снова сказали и повторили все, что Ашем сказал. Мы исполним и будем слушать. Посмотрите, вот здесь вот и прозвучало это знаменитое «Наасе ванишма». Исполним и будем слушать. Что значит «Наасе ванишма»? Что значит «исполним и будем слушать»? Мы готовы выполнить все, все-все-все, что Ашем нам повелит. А кроме того, мы обещаем, что мы будем учить, изучать его законы и стараться понять, почему именно Ашем нам сказал так поступить, почему Ашем нам повелел сделать это и повелел сделать это. То есть исполняем мы все, что он сказал, даже если мы не понимаем, почему это так. А кроме того, мы еще и стараемся все-все-все это понять. Это то самое знаменитое «Наасе ванишма». Исполним и будем слушать, и будем изучать. И взял Муше кровь жертвенных животных, и он окропил, побрызгал, побрызгал на весь народ. Он не мог к каждому подойти и на каждого побрызгать в сторону, в ту сторону, где стояли евреи. Он побрызгал кровью этих жертвенных животных. Этого было достаточно. И он сказал, вот кровь завета, который заключил Ашем с вами по всем вот этим законам, которые он вам до сих пор дал. И взошел Муше, Аарон, надав Иовигу и семьдесят старейшин Израиля. Они поднялись, и они увидели, ой, они увидели Ашем. Какой он, какая святость исходит от Ашема. Ой, какая святость огромная исходит от него. Ой, почти невозможно ее вынести. такой свет, такое благословение от него исходит. Ой, и надав Иовигу, им это так, так понравилось. Они смотрели, смотрели таки большими-большими глазами во все глаза смотрели, как будто бы они хотят, как будто бы они хотят это выпить и съесть. Вот всю эту святость, которая идет из Ашема, и они стали присматриваться, присматриваться, хотели заглянуть внутрь этого облака, в которое входит Муше. Ой, от того, что они хотели заглянуть слишком глубоко, пытались заглянуть слишком глубоко, узнать больше того, на что они получили разрешение. Они остановились, они остановились там, где им сказал Ашем, но они изо всех сил всматривались, хотели получить еще, 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 увидеть что-то больше того, что им разрешено. С одной стороны, это очень хорошо, правда, что мы все хотим узнать как можно больше Ашема, как можно ближе к нему приблизиться. Но для того, чтобы приблизиться к Ашему, нужно сначала подготовить себя. Нужно подготовить к себе к этой святости. Как готовить себя? Хорошими делами, изучением законов Ашема, исполнением его заповедей. Чем больше, чем больше мы исполним заповеди, чем больше мы совершим хороших поступков, тем ближе мы сможем приблизиться к Ашему. Да, Яшенька? Ой, я не слышу. Ты... Можно ты лим прочитать? Ты лим прочитать, да. Чем больше хороших поступков, чем больше заслуг, тем ближе мы можем быть к Ашему. тем больше мы можем святости от него почувствовать и воспринять. Так вот, стремление приблизиться к Ашему, это очень хорошее стремление. Но на Давы-Авио они слишком, слишком вглядывались, чтобы получить больше того, к чему они были готовы. Ой, это, это, это было уже, это было уже слишком. Это то, что они не должны были делать, так сильно всматриваться в глубину, в глубину этого облака, пытаться увидеть то, что им не разрешено. Этим они совершили... А? У меня есть тренировый, я его иногда учу. Замечательно, замечательно, это просто замечательно. Так вот, ой, как хорошо, ты скоро сможешь молиться вместе с папой в синагоге. Да. А я немножко знаю Таилин наизусть. Ой, как хорошо, ты можешь даже их повторять, когда, когда рядом с тобой нет книжки Таилин, ты можешь их повторять наизусть. Это очень, очень хорошо. Так, так я хотел вам сказать, я хотел вам сказать, что за то, что Надав и Авиу так всматривались, так хотели увидеть то, что им не разрешено, они за это заслужили наказание. Но в этот радостный день, в день получения Торы, Ашем не хотел никого наказывать. И хотя Надав и Авиу они заслужили, уже тогда они заслужили свое наказание тем, что они слишком всматривались и пытались увидеть то, что им не было дано, но Ашем в этот день никого, никого не хотел наказывать. Поэтому этот их грех, вы знаете, что даже самый маленький грех, который совершил большой-большой праведник, ему засчитывается. То, что нам, нам не засчиталось бы за грех, а может быть наоборот, даже засчиталось бы нам за заслугу, но Надав и Авиу они были очень большими праведниками и они должны были знать, должны были чувствовать, что можно, а что нельзя за то, что они превысили, превысили свои возможности, пытались увидеть то, что им не было открыто, за это они заслужили наказание. Но Ашем в этот радостный день Ашем никого не наказал, их грех он отложил, их грех он отложил в сторонку, и вы знаете, когда он взыскал, когда он наказал Надава и Авиу за тот грех, который они совершили у горы Синай, кто знает, когда они получили за это в конце концов наказание? Когда они разожгли чуждый огонь, чужой огонь, который Ашем не велел зажигать в мешкане, когда они пытались принести кторет без разрешения, без спроса, тогда они были наказаны и за тот грех, который совершили еще у горы Синай. Да? Ну, надо же. Да? Чем больше праведник, чем больше наказаний? Нет, не так. Не тем больше наказаний, но тем строже Ашем его проверяет и с него спрашивает. Он не дает много наказаний специально праведникам, нет. Но праведникам он смотрит на праведников более внимательно. Он строже с них спрашивает. Праведники, они ближе к Ашему, они должны больше понимать, И они должны лучше себя вести, чем все остальные, если у какого-то пастуха он никогда не учил Тору, он знает только то, что ему папа рассказал, только самые-самые основные вещи. И если он нечаянно совершит какой-то грех, то Ашем может его простить за этот грех. Ну, он же вырос среди коров, среди овец, он ничего не знал про Ашема, поэтому он по ошибке совершил грех. А праведник, который учил Тору всю жизнь и знает много-много-много, если он совершит такой же грех, как пастух, то, естественно, Ашем с него спросит за этот поступок гораздо строже, чем с простого пастуха. На праведнике у него есть большая ответственность, он должен быть очень осторожен, чтобы даже маленьких грехов не совершать, потому что он понимает, кто такой Ашем, он понимает всю величину святости Ашема, он должен быть осторожен в своих поступках. Ах! Почему кирпичи? Это напоминало нам о заслугах наших и о наших тяготах, которые мы перенесли в Египте, когда делали кирпичи для египтян. Но эти кирпичи, которые приготовил Ашем, они были не для постройки городов-хранилищ, они были не из камня, они были не из глины, они были из драгоценного камня, из сапфира. Они сияли чистым-чистым-чистым светом. Вы знаете, что из этих камней потом вышло? Кто знает, что из этих камней Ашем сделал? Скрижали! Скрижали завета! Совершенно верно! Ашем сделал из этих кирпичей, потом скрижали завета. И Ашем, снова нам Тора повторяет, что в этот радостный день Ашем не наказал Надава и Авилу ради праздника. Он отложил их наказание. Он не простил их полностью, но в этот радостный день он их не наказал. Хотя они совершили проступок. После этого было дарование Торы. Все евреи слышали десять речений. Про эти десять речений, как они прозвучали, про них рассказано в другом месте. А здесь, в нашей главе, она продолжает рассказ, что было после дарования Торы теперь. После того, как все услышали десять речений, Ашем сказал Муше, теперь взойди ко мне на гору и будешь здесь со мной. Ашем предупредил, что ты будешь со мной сорок дней. Сорок дней и ты получишь, я тебе дам, сказал Ашем, каменные скрижали. Вот эти скрижали завета из драгоценного камня, из сапфира. И получишь Тору письменную и все заповеди, устную Тору, которые я начертал для наставления всему еврейскому народу. Все шестьсот тринадцать заповедей, которые заключены в десять речений. Вы знаете, что есть у нас десять речений и есть шестьсот тринадцать заповедей. И был такой замечательный мудрец, его звали Рабейну Саадия. Он написал книгу «Азарот», «Предупреждение», в которой он объяснил, как эти шестьсот тринадцать заповедей Торьяк Митцвод, как они относятся к каждому из десяти речений. Каждое из десяти речений, оно включает в себя множество заповедей. И он нам объяснил и написал, как эти речения, их можно выручить, как эти заповеди, шестьсот тринадцать заповедей, можно выучить из десяти речений. Они внутри, внутри есть на них намеки. В десяти этих речениях есть намеки на шестьсот тринадцать заповедей. Он объяснил каждое из речений, какие заповеди с ним связаны. И встал Муше, его помощник, его служитель. Вы знаете, кто помогал Муше? Ешо-бен-нун. Он был его самым-самым первым, самым близким учеником. Они встали и они пошли в сторону горы Синай. А старейшинам, старейшинам Муше перед этим сказал, покидая лагерь, он сказал старейшинам, оставайтесь ждать нас здесь, пока мы к вам не вернемся. И вот у вас есть Аарон и Хур, Хур сын Мирьям. Если у кого-то возникнут вопросы, если кто-то что-то не будет знать, как поступить, или какой-то выйдет спор, обращайтесь к ним, пока я не вернусь. Муше поднялся на гору, а Ешо, он остался ему... Ешо, можно было подниматься на гору? Нет, Ешо остался у горы, у того места, где стояла ограда. Все евреи вернулись по своим шатрам, а Ешо, он поставил свою маленькую палатку, он поставил рядом, вот докуда он смог Муше провожать до ограды, там он поставил свою палатку, и там он остался ждать 40 дней, пока вернется Муше. Там он остался ждать. Муше взошел на гору, и его покрыло это облако славы Ашема. И это облако пребывало там, покрывало его Муше все эти 40 дней. Все эти 40 дней, все дни до... Есть спор между мудрецами, есть спор между мудрецами, когда именно Муше находился под этим облаком. Я сейчас не буду рассказывать обе половинки этого спора. Муше находился там 7 дней, на 7 день, когда Муше полностью очистился от всего земного, от всего материального. Ашем позвал Муше еще ближе, еще глубже к себе взойти, чтобы с ним разговаривать как лицом к лицу, чтобы ему дать эти скрижали и всю Тору письменную устную. А над горой было введение огня, которое пожирало как будто бы все-все-все вокруг, чтобы все евреи видели святость этого места. И он взошел Муше в облако, и там он оставался 40 дней и 40 ночей. Ничего он с собой не взял, ни еды, ни питья. Он был там как ангел. Как ангелы они не нуждаются ни в еде, ни в питье. Так Ашем дал возможность Муше взойти к нему и очиститься от всего материального, от всего земного, пока Муше получал Тору. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok